Здравствуйте, мои зрители и гости канала. Отзыв на книгу Люции Синяя «Темный лес» уже сейчас на Бусти. В этом видео я представляю вам отзыв и краткий обзор на книгу Люции Синяя «Задача трех тел». Начнем с краткого содержания. 1967 год. Евэнцзэ становится свидетелем того, как красногвардейцы забили до смерти ее отца во время культурной революции в Китае. Это уникальное событие определит не только всю оставшуюся жизнь Евэнцзэ, но и будущее человечества. Будущее того человечества, которое описывает автор. Четыре десятилетия спустя полиция Пекина просит инженера нанотехнолога Ван Мяо проникнуть в секретную клику ученых после серии необъяснимых самоубийств. Расследование Ван Мяо приведет его в загадочный виртуальный мир, которым правит трудно разрешимое и непредсказуемое взаимодействие трех соус. Это проблема трех тел и это ключ ко всему. Ключ к смерти ученых, к заговору, охватывающему световые годы и ключ к угрозе вымирания, с которой сталкивается человечество, которое описано в книге. Однако 1967 год, Китай. Ева Нцзэ, аспирантка факультета астрофизики, идущая по стопам своего отца Еджитая и матери Шаолинь, которые оба являются профессорами физики. Сестра Вэньцзэ, Е Вэньсюэ, является членом Красной Гвардии и стремится очистить Китай от некоммунистической мысли, даже если это означает борьбу с другими подразделениями Красной Гвардии. В разгар культурной революции Красная Гвардия нападает на Еджитая, отца Е Вэньцзэ, который отказывается прекратить преподавать своим студентам теорию относительности и другие теории западной физики. Вэньцзэ вынуждена наблюдать, как ее отец публично осуждается и Хунвейбин пытаются заставить отказаться его от своего учения. Еджитай возражает и отказывается предать свои убеждения, его запугивают, теряют контроль и его забивают до смерти на глазах у перепуганной дочери Вэньцзэ. Е Вэньцзэ ошеломлена тем, что произошло с ее отцом и она в шоке от того, что люди могут быть такими злыми. И она вступает в строительный корпус и помогает вырубать горные леса вокруг радарного пика, сверхсекретного военного объекта. Но она доверяет не тому человеку и за ней приходят власти. Ей предоставляют выбор. Провести остаток жизни, работая на радарном пике или получить 10 лет заключения в тюрьме, в которой она, скорее всего, умрет. Она выбирает первое. Она остается на радарном пике девочкой на побегушках. И только лишь спустя много десятилетий она пробивается вверх и к ней начинают прислушиваться. И как только она приобретает какой-то авторитет среди ученых и военных базы, то она тут же пользуется им, чтобы отправить тайное сообщение на Трисолярис. Она принимает в начале сообщение с Трисоляриса. Это планета, окруженная тремя солнцами в системе тройной звезды. И это сообщение потом уже становится основой для компьютерной симулятивной игрушки Трисолярис и общества Земля Трисолярис, которое будет настаивать на том, что Землю нужно поделить между землянами и Трисолярианами. Однако в конце 60-х, начале 70-х годов Еван-Зе еще не имеет такой возможности. И здесь автор, он вначале рассказывает нам в прямом повествовании о мытарствах Еван-Зе и о том, как ей тяжело было работать на радарном пике, проект «Красный берег». И она не знала, что это за проект. Оказалось, что это проект о поиске внеземных цивилизаций. И в какой-то момент, когда до нее ее озаряет, и она понимает, что что это такое, что слушает вот эта огромная антенна, которая стоит в лесу вдалеке от всех, под такой огромной чудовищной охраной военных. И почему этот объект настолько засекречен? И она начинает играть в свою игру. Она принимает сигнал с Трисоляриса от человека, от таких же ученых, которые там находятся, которые находятся в еще большей опасности из-за непредсказуемости природы, о которой мы чуть попозже поговорим. И она отправляет свой сигнал на Трисолярис и получает практически мгновенный ответ. Ну, насколько мгновенный ответ? Четыре года туда, четыре года обратно, восемь лет. И она получает, она очень ждет. Она понимает, что она отправила сигнал в никуда, но она продолжает работать на этой базе, ожидая, что будет какой-то ответ. И вот она его получает от, с точки зрения, с точки зрения властей Трисоляриса, от их, от предателя Трисолярянина, который отправляет всего лишь два слова. Не отвечайте, не отвечайте, не отвечайте, чтобы предупредить землян об опасности. Но кто знал о том, что этот сигнал примет Ева Индзе, которая имеет совершенно другой взгляд на мир, и характер у нее совершенно другой сформировался, и после смерти отца, и после ее мытарств в Красном береге. И она не выдерживает. И через какое-то время она отправляет обратно сигнал о том, что с координатами Земли, что вот мы находимся здесь. Вот, скажем так, почему в космическом пространстве нельзя так делать? Ответ на этот вопрос я оставлю до следующего отзыва, на следующую книгу про темный лес. А пока мы продолжим дальше. Про задачу трех тел. Опять я пропускаю компьютерную игрушку, мы про нее еще чуть попозже поговорим. И автор нам описывает, что происходит в относительной современности, то есть 40 лет спустя. Книга вышла в 2006-м. Е. Вэндзе. И культурная революция, это конец 60-х. То есть предполагается, что это для автора недалекое будущее. То есть 2009-2008-2007 год. А книжка выходит в 2006-м. Вот. И автор фантазирует, что, как мы уже раньше немножко касались этого персонажа, профессора Ван Мяо, инженер-нанотехнолог, он работает над сверхпрочным материалом. И его посещает детектив Ши Циан. Ну, я буду его называть Даши, потому что в книге его так часто называют. К тому же Даши намного проще проговорить на русском языке, чем Ши Циан. Даши и армейские офицеры, они работают в центре боевого командования. Международная группа военных и сотрудников службы безопасности. Они обеспокоены волной самоубийств, среди которых яркие ученые мира. Это Ян Дун, теоретик Струн. Вот этот центр боевого управления, он хочет, чтобы Ван Мяо проник в эту группу рубежей науки. Чтобы центр боевого управления смог узнать больше о том, что они задумали и как эта группа работает. Ван Мяо очарован. Красивый, блестящий Ян Дун, потрясен ее смертью и соглашается. Но Ван Мяо чувствует, что его мучают события, которые он не может объяснить и которые не имеют никакого смысла. Это вот как раз те самые события, которые он видит перед собой обратный отсчет. Он нанотехнолог и он уже практически на пороге величайшего открытия для современности тонких и сверхпрочных нитей, которые по толщине, наверное, меньше человеческого волоса. Но настолько прочтые, что если их натянуть на пути, допустим, корабля, то эти нити разрежут этот корабль как нож разрезает масло. Легко и непринужденно. Что, собственно, и проделывается в одной из глав практически ближе к концу книги. И вот это расследование приводит Ван Мяо к открытию, что есть игра задача трех тел, где люди, надевая шлемы виртуальной реальности, которые были специально спроектированы для этой игры, надевая хептик-костюм, хептик-костюм, тактильный костюм, чтобы чувствовать температуру, ветер, притосновения других игроков в игре. И полностью погружаясь в эту виртуальную реальность, они оказываются на Трисолярисе. И из этой игры мы узнаем, что оказывается Трисолярис это очень-очень тяжелое место для жизни. Умереть и не развиться цивилизация Трисоляриса может очень просто. Поскольку задача трех тел в общем виде в физике не решается. Это когда у нас есть три Солнца разных, находящихся на расстоянии друг от друга, имеющие свою массу, траекторию движения, предсказать, где они окажутся. Или где окажется планета, которая находится в их поле тяготения. Теоретически невозможно. И вот итерациями те цивилизации, которые успевают после себя оставить какое-то наследие на Трисолярисе перед гибелью. Вот это все наслаивается, наслаивается, наслаивается. И ученые следующих цивилизаций берут за стол то, что уже успели наработать предыдущие цивилизации. И на этом строят следующий этап развития Трисоляриса. и нам показывают в игре, что есть там и Эйнштейн, и Ньютон, и другие выдающиеся ученые, те, которые были на Земле. Но поскольку это другая цивилизация, то нам показывают, нам автор описывает это как то, что они существуют в одном времени. И в какой-то момент читатель, мы с вами начинаем понимать, что если бы Земля жила в таких условиях, и Земля не попали бы в такие условия, то мы бы вряд ли выжили. И развитие цивилизации на Трисолярисе оно получается как я понял, как я понял, скачкообразное. То есть вначале накапливаются, накапливаются, накапливаются данные, а потом хоп, происходит скачок. и так далее. Самые опасные моменты, опять же, они записаны в летописях Трисоляриса. Это когда на небосклоне появляются три падающих звезды, это предвестник катастроф, потому что в этот момент планета Трисоляриса находится очень далеко от трех солнц. Очень далеко. Именно поэтому жители, которые наблюдатели на планете видят это как три падающие звезды. И они знают, что будет очень холодно. На земле мы какой можем диапазон температур испытывать? Минус 70, плюс 50. Люди приспособились к такому разрыву на земле. Это либо теплая одежда, юрта, теплая обувь и так далее. Либо в обратную сторону друга та также теплая одежда, которая защищает тело тюрбаны, которые защищают тело от излишнего испарения воды. В более узком диапазоне минус 25, плюс 35, это уже средняя полоса России. Север, допустим, северный рядови, северный полярный круг. Тоже в этом диапазоне. Ну, чуть похолоднее, конечно. Но мы можем жить в этих условиях. А если у нас три Солярис, планета и три звезды, которые падающие, далеко находятся, и у них температура сразу падает минус 160, минус 170 градусов Цельсия, все сразу замерзает, никаких посевов, ничего не возревает, цивилизация погибает в какой-то обозримой перспективе. Но в этот момент они могут записать, что произошло. Увидели три звезды, стало очень холодно, хотя бы такую информацию передать дальше, в следующие итерации цивилизаций. Но есть другая катастрофа, когда три Солнца сразу восходят над планетой, и становится в ее зенит, и становится очень жарко, начинается испарение, все превращается в пустыню, и люди, которые там живут, они у них тела все полностью испаряются влагой с тел, плюс скорее всего штормы, потому что притяжение очень сильное, постоянно будут дуть, 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 дуть ветра, которые размывают все останки этого человечества, которое не смогло спрятаться, плюс 250. И промежуточные какие-то этапы, когда встает только одно солнце, два остальных далеко, встает два солнца, одно далеко, когда в такие моменты, даже когда два солнца находятся очень жарко, но терпимо можно существовать и развивать цивилизацию, нам это все показывают через компьютерную игру, которую помогли создать сафоны, которые были отправлены из мира Трисоляриса ближе к Земле в коммуникации с обществом Земля Трисолярис. И мне, человеку, который любит научную фантастику, очень-очень понравилась эта книга. Я получил удовольствие такое же, как я получил, когда я читал Азимова цикл основания. Такое же удовольствие, когда я читал Станислав Лем «Звезды и дневники» Йона Тихова. Очень правдоподобно, близко к науке и так далее. То есть нет каких-то перескоков, когда в научной фантастике она превращается не в фантастику, а в фэнтези. С какими-то магами и волшебниками. Но здесь этого нет. Понравилось. Остановимся на двух моментах. И на этом я закончу этот отзыв. Следующий отзыв у нас будет уже по темному лесу. Два момента. Первый момент нам показывают в игре. Задача трех тел и это компьютер из людей. В какой-то момент в Натрии Солярисе появляется достаточное количество умных людей, образованных людей, ученых, которые вместе коллаборируются и придумывают, что нам нужно каким-то образом посчитать нашу систему трех тел. Но мы не можем сделать математическую модель, потому что это очень тяжело, очень трудоемко. Но мы можем рассчитать по старым данным, которые у нас есть, можем рассчитать, где у нас будут солнца и какие у нас будут периоды, периоды процветания или периоды упадка цивилизации. У нас будут благоприятные клипатические условия или же мы будем жариться под тремя солнцами и все пропадет. Или же мы попадем под заморозки под сильные и снова все пропадет. Но на основе предыдущих данных, которые у нас уже собраны, мы сделаем прогноз на следующие, допустим, 70-100 циклов, которые нам позволят достаточной точностью подготовиться к этим катаклизмам, подготовить убежище и в них, допустим, затаиться и сохранить какой-то костяк, продукты, науку, культуру и так далее, чтобы не восстанавливать все из руин с нуля. И вот они придумывают компьютер из людей, собирают, не помню сейчас сколько, то ли 3 миллиона солдат, 3 соляриса, то ли 30 миллионов, не помню сейчас, и делают. я был удивлен, когда я это прочитал, потому что больше 20 лет я знаю компьютер и знаю про регистры, триггеры, про операции и, или, не, или, но и так далее, то есть все знаю, видел эти треугольнички, где на вход подается два входа, один выход, но перенести это на живых людей, это какую фантазию надо иметь, я имею ввиду про Люци Синя, что он догадался так сделать. Вот эта часть, первая великолепная часть и вторая великолепная часть про Сафоны, чуть-чуть попозже. И я читаю, я смотрю, как до этого можно было догадаться. Мы берем трех людей, даем им каждому два флага, черный и белый. Если, допустим, у нас ячейка или, то есть, если два человека поднимают черный флаг, то сзади ответ черный флаг. Так? Или. Если у нас два человека поднимают, а черный это ноль, а белый это один. Если у нас один человек поднимает белый флаг, а второй поднимает черный флаг, то сзади будет белый флаг. Ну и так далее. Если первый человек черный, второй белый, сзади будет белый, Если два белых, то сзади белый Это или А если ячейка И То есть суммирование Логическое умножение То Если у нас два флага поднялись черные То ответ будет черный То есть 0 и 0 Потом если Первый человек поднимает белый, второй черный Или наоборот То ответ снова будет черный Потому что 1 или 0 это 0 И только лишь в одном случае То есть если оба человека Белый и белый подняли То и белый и белый будет белый И так далее И таким образом вот эти Ученые Трисоляриса В спокойное время Когда не было катаклизмов Разработали вот этот компьютер из людей Где есть Память Оперативная Где есть Прообраз жесткого диска Где есть устройство ввода информации Удивительно И вот они собрали их на площади И Задали им Первая ячейка Которая стояла То есть там допустим Справа на этой площади стояло Устройство ввода Туда ввели всю информацию Которая есть По Циклам Трех солнц И дальше Поднялся специальный флаг Начать расчеты И пошла работа И начался этот подъем Туда сюда туда сюда И покатились волны Покатились Покатились И в какой-то момент Расчет замер Где-то Может быть спустя 7 Или 8 дней И оказалось Что где-то Сбойный регистр То есть Может быть там Или Ячейка одна сбоит Или Регистр из детских ячеек сбоит И Туда послали Контроли Контролеров Нашли кто Ошибся И Всех людей Вывели из строя Которые там стояли И прям тут же на месте Их всех расстреляли Потому что Ошибок быть Не может Потому что Цена этих ошибок Это жизнь Всей цивилизации И вот таким образом Они Смогли Все равно Они не смогли Пробиться На большое число Число циклов То есть там Они хотели сделать 200 250 300 циклов Чтобы можно было Предсказывать Движение Звезд Трех солнц Но Они смогли По-моему Если я считаю 70 или 100 циклов Они смогли Но это Помогло им Развиться До такого момента Что В Скажем так В нашей современности Они смогли Создать Сафоны Настолько Продвинуть Свою Науку Что они Создали Сафоны Сафоны Это Программируемый Протон Они взяли Протон Извлекли его Из Ядра Атома И Как Люцисин Описывает Протон Находится В 11 измерениях Сразу 10 измерений Это пространственное И одно измерение Это время И Ученые Что сделали Три соляриса Они Они сделали Три попытки Они Хотели Развернуть Протон В трех измерениях Чтобы увидеть его В двух В двух Измерениях Не помню В трех Измерениях Первая Первая попытка Забыл я Вылетела из головы Первая попытка Что у них получилось Протон Развернулся А правильно 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 А протон Развернулся В двух В Не помню Ладно Давайте так сделаем А протон Я буду рассказывать Порвым И напишите Как правильно Они сделали Два раза Неправильно И у них Вначале Появились Плоские листы Которые падали На землю На три солярис Сверху Но они тут же Разрушались Потому что Они были тонкие И они ничего не весили Во второй раз Они сделали У них получились Такие как Струи дождя Такие Тонкие-тонкие нити И только лишь В третий раз Они смогли Этот протон Так развернуть Что он Встал Вокруг три соляриса Обернул его полностью И вот в этот момент Они смогли Вот на эту площадь Огромную площадь Сферы Нанести Компьютерный код Который бы Мог запрограммировать Этот сафон А в китайском языке Важное Важное замечание Слова сафон И протон Пишутся Одинаково И Что они делают Три соляриане Они Программируют Несколько сафонов Не помню Шесть Или десять Чтобы отправить Их на землю Но Прежде чем Отправить Протон В одиннадцати измерениях То есть они его Развернули Вокруг планеты Написали код Поместили этот код На поверхность Сафона Потом они его Сжали обратно В одиннадцати измерений И отправили к земле Все И вот эти сафоны Сейчас Еще попозже Еще про сафоны Скажу И вот эти сафоны Которые оказались Около земли Они начинают транслировать Находят всех ученых Которые занимаются Передовыми разработками Как например Ван Мяу И начинают им Перед глазами Транслировать Обратный отсчет Но У кого-то Перед глазами Обратный отсчет У кого-то На пленке То есть кто-то Фотографирует На пленочный Фотоаппарат И на этом Пленочном Фотоаппарате Идет обратный Отчет Какой-то Каких-то чисел Непонятных И Ван Мяу Очень забеспокоился И он Я не помню Кому он пришел Может быть даже К Еван Зе Посоветоваться А Еван Зе У нас оказалась Главной Типа председателем Или сопредседателем Общества Земля Трисолярис И она же его создала И Она Ему говорит Ван Мяу Вы Остановите По какой-то Причине По какому-то поводу Остановите Ваше исследование И посмотрите Что будет Он мнется Он не знает Как Что Зачем Но Он приходит В свою лабораторию И говорит Вы хотели Там Какому-то Технику Вы хотели Сделать Техническое Обслуживание Оборудования Я даю Вам Одну неделю Чтобы мы Потом могли Работать Целый год Без остановок Ему возражают Как же так У нас Такие эксперименты Он говорит Не-не-не Мы Ничего страшного Мы все успеем Они останавливают Оборудование Он начинает Опять щелкать Фотоаппаратом Цифры исчезают Но он Тогда Не мог Представить Что это Софоны Ему Вот на эту Матрицу Транслируют Эти цифры Чтобы Затормозить Прогресс Чтобы Земляне Не догнали Триссолярийской Науки То есть Мы Вот Смотрите Какая у нас Логика В отзыве Я немножко Сейчас Просто отдохну Чтобы продолжить Дальше Какая логика В отзыве Я начал С Исторической Части Поскольку Поскольку Не любитель Истории Ну Скажем так Постольку Поскольку Основные События Знаю Что было В мировой Истории Что было В российской Истории Но Я не любитель Истории Я больше Техналь И учился Я на Инженера И Научные Какие-то Знания Имею Поэтому Мне больше Было Интересно Именно Вот Эта Часть Связанная С научной Фантастикой А не С Историей И Сафоны Снова Сафоны Как Пока На Трисолярисе Работали С этими Сафонами Это Очень Подробно Описывается Они Нанесли Программу То есть Код Программный На Поверхность Сферы Потом Ученые Начали Давать ему Команды Сафон Сожмись До Четырех Измерений Он Такой И превратился В огромную Каплю Или сферу Которая Висит В В Атмосфере Или В космосе Потом Следующая Команда Сафон Сожмись До Шести Измерений Он Сжимается И Оказывается В лаборатории И Вот В этом Шестимерном Сафоне Они Дальше Те свойства Дать ему Ту информацию Дать ему Возможность Сообщаться С теми Сафонами Которые Остались Около Три Соляриса То есть Квантовая Квантовая Запутанность Для Мгновенной Передачи Информации На землю То есть Получается Что они Сделали Сафон Они Отправили Его В сторону Земли Он Там Четыре Года Он Шел А Второй Сафон Остался Здесь Но Как только Первый Сафон Оказывается Около Земли Ближе К нам Сюда У них Получается Мгновенная Связь Квантовая Что И нужно Было Трисолерианам Чтобы Следить За землянами Чтобы Они Не развились Мы Не развились И не Смогли Им Противостоять А вот О Дальнейшем Противостоянии С Трисолерисом О проекте Отвернувшиеся Это будет В другом Отзыве Который Будет Уже На книгу Темный Лес Подписывайтесь На канал Поставьте Колокольчик Напишите Комментарий Я уверен Что Вы Не согласны С какими Положениями Которые Я тут Рассказал На этом Я с вами Прощаюсь Желаю Вам Всяческих Успехов И до Новых Встреч